Буквально еще чуть-чуть, и в эту тишину ворвется заливистый смех и топот детских ножек. Лагерь «Дружба» готов к открытию. Надо сказать, работа за зиму была проведена колоссальная. Два корпуса пережили полную перепланировку. Теперь внутри есть туалеты и души. Комнаты, которые станут для ребят домом на 21 день, тоже в этом году стали уютнее. Закуплены новые кровати, яркие тумбы и шкафы. И даже старые пледы поменяли вот на такие, мягкие, из вэлсофта. Мелочь, а приятно. Вообще, в принципе, лагерь «Дружба» он самый классный. Для меня это самый классный лагерь. Потому что здесь и спортивные мероприятия, есть и творческие мероприятия. Здесь такое мероприятие, которое, открою вам тайну, у нас будет день субкультур. То есть каждый отряд у нас будет, например, кто-то готами, кто-то эмо. Вот для меня это прям такая затея классная. Здесь игровая, да, Надежда Ивановна? Питьевой режим уже подготовлен для детей. А вот без этих гостей загородный центр не откроется. Спрос единственного муниципального лагеря всегда был тройной. В плане безопасности никаких поблажек. Проверяющая комиссия, кажется, обследовала каждый метр. Обошли территорию, проверили корпуса и клуб. Ну и, конечно, заглянули туда, куда дети в «Дружбе» бегут со всех ног. Оказывается, лагерную классику пюрешку с котлеткой давно вытеснили самолепные пельмешки и пицца. Здесь прислушиваются к детям. Меню формируют сами ребята. Наверное, поэтому даже самые проблемные малоежки прибавляют к концу смены от 1 до 5 килограммов. Знаете, когда почему-то несем особенно пельмени, пельмени как уломятся в итоге. Всегда, ну, добавка, и мы прямо с тазами им еще докладываем. Почему-то, да, скучают именно по пельменям. Пиццы за милую душу тоже уходят. От аппетитных разговоров проверяющая комиссия плавно перешла к медицинским. В прошлом году в «Дружбе» потратили 7 миллионов рублей, чтобы заново построить новый медицинский дворец, как его здесь называют. В кабинетах даже уже таблетки аккуратно разложены по полочкам. Дай бог, чтоб не пригодилось. Но все всегда под рукой. Что здесь происходит? На страже детской безопасности сегодня и бойцы Росгвардии. По их части проверка антитеррористической безопасности лагеря. Готовность охранников и сработку проверяют здесь же. В заданное время оперативная группа уложилась. Комиссия пришла к выводу, что лагерь «Дружба» полностью готов к приему детей в летнюю оздоровительную кампанию 2019 года. Все условия по безопасности, по качеству предоставления услуг здесь соблюдены. Все на отлично. Это тоже такая особенность, что дело чести администрации лагеря сдать его без замечаний. Что ж, принято. Уже в субботу легендарный лагерь «Дружба» откроет свои двери для незабываемого лета. За три смены здесь отдохнут почти 900 детей. К слову, путевки сюда покупают не только из Березняков, но даже из Москвы, Екатеринбурга, Ярославля и других городов России. Вера Андреева, Дмитрий Воронушкин. Новости Верхнекомер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова